Едем на миссию к Эдди, где мы будем разбираться с краденым добром. Краденое добро это плохо, вот краденое зло это тоже плохо. Красть вообще нехорошо. Красть время игроков, например, делая такие игры с таким открытым миром. Открытый мир, кстати, 10 из 10. О, простите, я забыл, это не та игра. Просто культовый открытый мир в этой игре. Культовый. Я думаю, что я готов после этого играть, собственно, в первую мафию. Проходить ее на максимальном уровне сложности. Ну, там нет уровня сложности, насколько я помню. Там есть только, собственно, уровень сложности гонки. Но я думаю, я включу максимально, естественно. Подключу руль. И буду проходить. Итак, очередная... Очередной раз задница официантки. И... Джо, какая-то сволочь угнала наш бронированный грузовик вместе со всем грузом оружия. Наверняка это кто-то из своих. Только этого мне не хватало. Верни мне мое добро и сейчас же. А сколько голов ты размажешь по стенкам. Мне плевать. Ребят, вы слышали? Очередной грузовик с оружием. Это... Миссис с грузовиками с оружием. Они мои любимые в этой игре. Видали какие? Как Бэтмен прям. А что? 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 Это действительно... Это действительно единственный путь попасть туда. Потому что я вижу еще как минимум один. Что? Что? Серьезный GPS, да? Серьезный, да? Когда народ водить научится? В натуре. Мудаки по встречке едут. Это. Ой. А это все типа по стелсу должно происходить. Ребят, вот короче они угнали наши эти. Описание, рост кодов шесть, среднее сложение. Ясно. Это. Господа полицейские. Будьте крайне осторожны. Разрешаю открывать огонь. Да. Это важно. Разрешить открывать огонь. Но у меня-то бронированный автомобиль. Разве ж они мне страшны? Тем более он не в розыске. Да кто же меня найдет-то? Да никто не найдет. Ну вы видали. Как я все... Как я все обставил-то, а? Всем постам. Отбой тревоги. Отбой тревоги. Ничего плохого этот парень не сделал. Отбой тревоги. Да-да-да. Не надо смотреть на дорогу, чувак, когда ты перебегаешь ее. Никакой броневик никогда не вмажет тебе по морде. Боком. Ну вы понимаете, ребят. Сложность миссии, она пропорциональная. То есть она идеальная сложность миссии. Они как бы дополняют друг друга. И каждая миссия, она такая уникальная, индивидуальная. Сейчас я только штаны пойду, сменю. Ну в смысле вы поняли. Как ближе. Давайте голосование в чатике. Рубашку какого цвета мне теперь? Одеть. Или надеть. Ну в общем. Что-то там. Надеть одежду. Надеть надежду. Никогда я не понимал. У меня всегда ассоциировалось это с пошлятиной. Про то, что я должен надеть надежду куда-то там. На всякие вещи. О, смотрите. Сегодня большой выбор розовых рубашек. Ну окей, возьму розовую. Все просто упадут от зависти. Да. Надень лучше костюм. Нет, ребят. Вы не шарите. Костюм для таких не очень авторитетных гангстеров. Вот розовая рубашка. Это. Ребят, у меня по-моему рак мозга начался. И у меня зрительные центры некоторые отказывают видать, но я не вижу где здесь квест можно взять. А! Все. Все. Все, ребят. Ложная тревога. Рак мозга он не у меня. Он у разработчиков игры. Все в порядке. Сейчас в копа бы врезаться. Видите, я взял рубашку под цвет автомобиля. GPS сейчас прогрузится. Подождите. Ну, вы понимаете, 50-й год, все дела. GPS еще слабенький. Вычислительной мощности не хватает, чтобы просчитать дорогу, как лучше ехать сюда. Скажите, сет вообще смотрит сейчас чат стрима? Нет, я не знаю. Тебя не знаю, кто ты, что происходит. Это фейк. Я не фейк. Докажи, что ты не фейк. Ты... Какая дота? Ты о чем вообще говоришь? Культовая игра. Я не могу променять культовую игру на какую-то доту. Ты вообще видел эту доту? Она же... Что там? Ни текстурок, ни на машине поездить, ни 100 мегана пострелять, ни оружие по оружейным лавкам не поразвозить. Но кто будет в доту играть, когда есть такая альтернатива? Я не знаю. Это просто глупо. У вас кончается бензин. Действительно. опять ехать, чиниться. Действительно кончается. Спасибо, камера. Заправьте меня бензин трага. Можно изменить как-нибудь? Нет. Чем помочь? Заливай доверху. Конечно, друг. Даже неловко за цены, но бензин все дорожает. Времена нынче сложные. Чем еще? Я могу помочь? Спасибо. Не знаю, ребят, я думаю, вы должны проверить его на детекторе лжи или типа того. Ну, вы знаете, в интернете куча всяких приспособлений, чтобы проверять правду, ли говорят люди. Приспособлений, чтобы определять возраст, например, очень хорошо работает прибор, который различает школьников в интернете, потому что в комментариях всегда много знатоков, которые разбираются в этой теме и называют школьниками очень многих. и очевидно то, что они не ошибаются, они правы. Я думаю, что что-то такое про ложь тоже в общем-то есть. Это же интернет. Сделайте что-нибудь. да, я, конечно, не смотрю чат, конечно, не смотрю чат, ведь игра настолько поглотила меня своей интересностью, то, что у меня просто нет времени смотреть на чат. Машина Чарля. Короче, если я не повешусь, пока прохожу это DLC, я все-таки решил допройти его уже до конца, то я пойду в доту, если, конечно, я пройду его на протяжении часа ближайшего. Вот, если нет, то, наверное, сегодня уже нет. А может и да. но может и нет. Итак, машина Чарли. В общем, пройти надо сегодня вот эту штуку, потому что это культовая штука. Джо, я тебе просто по гроб жизни благодарен. Мы с друзьями, мы все твои должники, но осталась еще одна проблема, всего одна, ребята, одна проблема осталась. Мои друзья позаимствовали для своего дела машину у Чарли. Мы все прекрасно знаем с вами, кто такой Чарли. ее надо вернуть, но не так, чтобы привести к нему на хвосте копов. Поможешь мне еще раз? Я хорошо тебе заплачу. Верните машину Чарли, но сначала выведите ее из розыска. Никогда так раньше не делал. Вот просто ни разу не делал так раньше. Вот видите, разнообразные миссии. Ни разу еще не выводил машину из розыска посреди миссии, чтобы было можно завершить миссию. А так вот позволено теперь. С лысым DLC круче. Ну все. Ну все. Ну раз с лысым DLC еще круче, чем это, то я просто обязан еще и пройти все DLC с лысым. Все два. просто просто иначе никак. Ну то есть что это? Основная игра занимает 10 часов это серьезно? Ну я даже до 60 не разогнал с ней иди в жопу. Основная игра занимает 10 часов реального времени по прохождению. Вот это DLC уже 4 часа. Че вы стреляете то по мне? Че? Кто стреляет то по мне? Че они стреляют то по мне? Полиция защищайте гражданина. Хорошо. Раз хэдшотик, два хэдшотик, Александр Юрьевич. О, меня еще и полиция тут пропускает. Так, ясно. Бандиты против полиции 1-0. Так, можно ваши эти выключить? видать нельзя их выключить. я от полиции то оторвался по итогу. Они, правда, не ожидали то, что хотят остановить человека за превышение скорости, а в итоге нарвутся на банду собственно убийц, полицейских. вы видали, видали насколько игра разносторонняя и разнообразная? Какое взаимодействие интерактивное между собственно игровыми да, я уверен, я именно этой дорогой по водичке я да, да, игра. Я же гребаный Иисус на Иисусе тачке. Именно так я и поеду летом по реке. Не, а почему бы и нет? Давайте. Нет, не давайте. Все-таки давайте все-таки не давайте. Нет, ну, в принципе, в принципе, в принципе-то, ребят, все идет как надо, скажу я вам. Одна проблема. Одна осталась. Ну, ну, забрали мою машину, которая тут стояла перед началом миссии. Ну, ничего страшного, ну, новую найду. Ну, у меня же время-то не ограничено на миссии. Ну, вот такси едет, сейчас мы ему... Э, Ахмед! Извини, командир, будет мое. Будет мое. И полиция, никто ничего не... Бежим! Бежим, да. Здрасте, господа полисмены. Вы хорошо себя чувствуете? Я рад и доволен. еще полисмены, все в порядке, я... все нормально. Я просто таксист. Дорогу покажешь, куда хочешь, довезу. у меня не получаются акценты, потому что я не пародирую акценты. Зато меня на этой машине меня, скорее всего, не штрафанут за превышение скорости. Хотя лучше пусть штрафанут. Эй, я разгоняюсь, пошли, проделаем тот же трюк с копами еще раз. Жум, 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 преследую гонщика, все дела. Дьявол. Смотрите, как весело. Водитель что-то немного застеснялся, по-моему, нет? Да, все. Смотрите, как работает наша бравая полиция. Сейчас я спрячусь только за автомобиль, чтобы с меня штраф сняли. О, минус один полисмен. Смотрите, как он яростно отстреливается. Все, с меня штраф сняли. Все, полицейские, спасибо за то, что вы выполнили свою работу. Я чувствую себя с такими полицейскими в безопасности. Рад, что вы есть с нами. так. Господи! Господи. Сейчас. Вылазьте из своих укрытий, у меня время не резиновое. А, хрен с ними. Блин, на Томпсон мало патронов. Печаль. Ну, ладно. Дьявол! Ну, Среднее сложение, рост футов 6. Сейчас все будет. Да, да, да. Исусе дорога, именно по ней я и поеду. Спасибо. Ой, а что они Исусе дорогу решили поменять? Как-то неправильно это. Вам так не кажется? передайте там Jetfire что я ему сказал. То, что пока я не пройду это замечательное DLC этой гениальной культовой игры, я не смогу пройти доту. Мне просто совесть не позволит. У меня сердце щемить будет от того, что я не закончил это DLC и пошел в доту. Сучий коп именно туда, куда мне нужно, блин, поехал. вот жопа шлик. Вот жопа шлик. ничё, ребят, уже почти. Фу, я успел. Чуть меня не, чуть меня не приняли, но я успел. Чего тебе сделать? Чего мне сделать? Номера меня сменять? Для тебя не вопрос. Мы ее малы в любое время. Все, теперь разыскиваюсь только я. Парень с зонтиком. Женщина с сумочкой. Все носят какую-нибудь пишут Эрию. Один я без ничего. женщина сумочку выронил. Ну да, женщина никогда не пытается держать крепко в руках свои сумочки. Они всегда их при первой возможности роняют и все. Куда у нас тут ехать? Ну, отлично, в принципе. Не, карте в принципе не обязательно передвигаться. Вот, 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 об этом я и говорю. Ну да, полгорода проехать. Ну, ничего страшного. В розыск нас ведь не объявят, правильно? Ну, кому же это надо в розыск нас объявлять? Время не меньше половины. О, диск отлетел. Ну, а ничего страшного, про целостность машины никто не говорил. Главное, чтобы копы не преследовали. А копы не преследуют. потому что шесть футов рост средний. Телосложение среднее. Пузо нет. Щек нет. Лишних жировых тканей нет. Телосложение среднее. пока, Сава. Ты, конечно, очень многое теряешь от того, что сейчас уходишь. Я уверен, самое интересное еще впереди больше миссий, где мы должны ехать на машинах, например. и все такое. Так что так что зря жалеть будешь завтра. Я ведь еще специально вод буду заливать полгода. Так что да. не, ну я так и хотел на самом-то деле. На самом деле что может пойти не так? Я правда не понял, как так оказалось, что второй грузовик давай, я тебя тоже ждал. То, что я проехал метку, возможно, меня слишком плавит уже и у меня мозг отключается периодически, но окей. Очевидно, что все в порядке. Ну, помял я капот немного. Что? Что за че? Что? Она типа у меня сломалась и учить, поэтому я должен. Спасибо. нет, все-таки это видать из-за того, что я поломал машинку. Давай грузовик, я у меня только хорошие воспоминания с грузовиками. Собственно, как они ломали мне машинку и мне пришлось возвращаться. А ехать-то еще далеко, а времени-то мало осталось, придется разогнаться, видать, блин. вот это тут, конечно, то, что я врезался, это такую не самую хорошую службу сыграло. Но это не страшно. Я все равно успею, я ведь мастер вождения, правда? Но в любом случае переигрывать такие миссии это одно наслаждение, поэтому я ничего не потеряю от того, что не пройду ее сейчас. Хотя я думаю, что я пройду ее сейчас. Надеюсь, что я пройду ее сейчас. Про целостность автомобиля никто ничего не говорил, главное, чтобы она в розыске не была. Но я все равно, я же очень серьезно отношусь к своей работе. Мне сказали доставить автомобиль, значит, я доставлю автомобиль, а не кусок на колесах. Правильно? Правильно. Ну и что, что здесь собственно мастерская прямо рядом с выполнением миссии? Подумаешь. подумаешь, мне не надо было возвращаться, на самом деле, мне надо было просто доехать до этой точки и починиться прямо возле нее, но игре-то лучше знать, лучше бы она написала, что я вернулся, потому что, очевидно, она хочет продлить мое наслаждение управления автотранспортом в этой игре, и я полностью поддерживаю ее в этом. Отлично. А вот такси мое стоит, конечно, то есть мою машину старую ее не обязательно в общем-то было на самом-то деле переносить в начало миссии. Смотрите, вот еще один Г, бомба под сиденьем, но миссии с бомбами в автомобилях их как бы еще не было, поэтому я уже предвкушаю, что это будет что-то новое, интересное, креативное. Бомба под сиденьем. Главное, даже не догадываюсь, о чем будет эта миссия, даже не догадываюсь. Ну, вероятно, о чем-то клево. Может быть, о кинематографе в 50-х годах. Или театральной постановке, много шума из ничего. Ах ты, вот, вот, примерно так. не, ну, это по плану, на самом деле. На самом деле, все по плану. Какого цвета сегодня выбираем рубашечку? Я думаю, возьмем белую. О, белая, давно не находил белый. Как это, как это забивай на мафию и иди в доту? Что, быдло, быдло, дотеры, блин, совсем, что ли, уже с ума посходили? Запивай, говорит, на мафию, господи. Вы это. Может, вам еще и лол не нравится или хироса шторм в доту предпочтете этим культовым играм? Мафия. Забивай на мафию. Видали, как человек, он, он от ваших слов аж на под машину броситься хотел, но благо потом передумал, вспомнил, что у него семья, дети отсутствуют, и он, в принципе, довольно счастливый парень, так что решил не прыгать в итоге под машину. Но вы были близки к тому, чтобы склонить его к суициду. И все со своими, все со своими давай доту. Неблагодарные вы люди. Они разрабатывают дел, все эти делают. Продают их потом по цене полной игры. И главное, что вы получаете. Вон, смотрите, что вы получаете. Вон, как много вы получаете. Например, можно ехать на миссию. Это ведь не в каждой игре можно ехать на миссию, я вам скажу. Так что в доте нельзя ехать на миссию. Этот капот нам не нужен. А в доте даже капот не отрывается. Потому что там нет автомобилей. И в самой игре вождение это 70%, то в DLC все 95%, остальные 5% на выбор рубашки. Ну и хорошо, они взяли лучшее, сконцентрировали, так сказать, все лучшие качества из основной игры и добавили это в DLC. Но я слышал то, что про лысого парня DLC еще лучше, я уже предполагаю, то, что там вообще из машины выходить не надо будет. Вот это идеальная просто мафия. Бомба под сидением. Ну что ж, Джо, ко мне сегодня пришел клиент и предложил очень хорошие деньги за свою машину. Я обычно с машинами дела не имею, но ему были очень нужны деньги и сделка была выгодная. Нет, гонишь машину к Чарли на продажу. Ты в автомобилях понимаешь куда больше моего, ты точно сторгуешься за хорошую цену. Я дам тебе долю от продажи, но знаешь, Джо, будь осторожен. Что-то в этом клиенте было подозрительное. Уж очень он хотел расстаться с машиной. Отгоните машину Чарли на продажу. Осторожней, тут наверняка что-то нечистое. И я совсем не догадываюсь что. Ведь я не умею читать название миссии. Так что поехали. В доте можно фидить на миде. Вот видите. Мою машину опять отбуксировали куда-то. Ну ладно, ну ща ща угоним все-таки копов не будет, так что все в порядке. В доте нет миссии убить Рошана. Ты просто идешь и убиваешь его. Это все равно что я сейчас собью человека и скажу у меня была миссия сбить человека. Блин, машина довольно близкая оказалась. Ну да ладно. Кстати, смотрите как быстро время идет. Это прям испытание на скорость. Если ваша скорость упадет ниже 30 дольше, чем на 30 секунд. А, ехать надо. Надо очень быстро ехать. И, кстати, очень хорошо то, что у них в игре есть такая система, что собственно да, это очень удобно, ребята, что у них в игре есть система. В настройках можно поставить метрическую систему, а можно поставить систему миль. И, как бы, ты ставишь метрическую систему и, как бы, тебе говорят ехать со скоростью 35 миль в час, а не километров. И ты как бы такой сразу в голове оп, математика, развитие, все дела, становишься умным, конвертируешь, собственно, потому что, потому что, вот, имперская, потому что империя, она наносит ответный удар. Все, имперская система есть, сейчас можно и поесть, собственно. Я думаю, я пешочком довольно быстро добегу до этой машинки, да? Черт. Ну, блин, не так уж и быстро, как хотелось бы, ну да ладно. Зато полисмены меня не остановят, правильно? Не юзайте капс, ребят, мобот ругается ведь. Не, ребят, мне нравится уже. Миссия идеальная просто. Ехать быстро, днем, все шикарно. И главное, смотрите, как она клево начинается. Она прям вот так вот начинается клево. Ты бежишь сначала, потом, потом на машине едешь. Что, что может быть лучше? Просто миссия мечта. Вот вы помните, я говорил то, что иногда, ну, конечно, я это не серьезно говорил, но я говорил, что иногда в этой игре ездить скучно на машине. А, и вот видите, разнообразие, все дела, и игра делает так, чтобы ездить на машине было весело, потому что, очевидно, это весело, очевидно. вот разве вы скажете, что это скучно, ехать медленно, то есть ехать всегда быстро. Это ведь, это ведь весело, ехать всегда быстро. Так, что от этого зависит твоя жизнь и жизнь вот этой женщины. ой, как-то женщина слишком меня затормозила, но ничего страшного. Сейчас. Куда там мне надо бежать после того, как я... вон туда, да? Значит, мне нужен автомобиль где-то здесь, чтобы быстро это все сделать. Быстро! полисмен ничего не обнаружит, естественно. Я просто оставлю машину здесь. Привыкай к большому городу, деревня! Я уверен, машина сейчас останется и выполнение миссии сильно облегчится. Видите? Машина осталась. Выполнение миссии облегчилось. Что может пойти не так? Ну, разве что неубиваемое деревце, которое уничтожило машину и я теперь не могу на ней ехать. Ну, идеальная просто игра вот эта вот система с деревцем, которое к херам ломает твой автомобиль. ну, я в жизни вижу такое постоянно. У меня в городе вдоль тротуара всегда такие маленькие деревца стоят. Вот, они всегда стоят и автомобилисты, они просто не могут разогнаться из-за этого, потому что они знают, что если они вылетят по какой-то причине на тротуар, то деревца их остановит и, собственно, останутся от них, от их машин одни, в общем-то, рожки до ножки. Так что все будет хорошо. Главное, больше трафика делать в таких миссиях, типа. Чем больше трафика, привыкай к большому городу. Да, это женщина в фиолетовом, она очень сильно замедляет автомобиль, но вы понимаете, женщины в фиолетовом, они такие, они замедляют автомобиль. Что? Битва с деревцем номер два. Нет, деревце на этот раз пощадило меня и решила, что ему можно не стоять у меня на пути. Ребят. Спрашивают, не заебала ли меня мафия? Вы что? Вы... Прогода опять мать! Откуда у вас вообще такие мысли могут быть? Собственно, в голове. Это культовая игра, она не может. Люди не могут ошибаться. Люди, которые говорят, что игра хорошая, это значит, что игра действительно хорошая. Если много людей говорят, что игра хорошая, значит, она действительно хорошая. Например, в Fallout 3 многие ведь говорят, что она хорошая, значит, она действительно хорошая. Многие ведь говорят, что хорошая игра отличный поворот мне очень нравится кстати я никогда не не жалею вообще-то что заезжаю в него очень очень шикарно все для код люди говорят что бешок infinite это шикарная игра значит люди правы и мафия 2 шикарная игра значит люди правы раз может быть как-то иначе вот этот трафик дневной тоже очень приятно помогает на шикарно же ребят шикарный я же хотел челлендж правильно миксить интересно если они разумеет не разгонюсь до 35 запустится вообще эта бомба твою мать запустилась терминатор генезиса я нет не знаю никто не говорил по моему что терминатор генезис хорош поэтому терминатор генезис это плохо все говорят что терминатор генезис это плохо вы должны собственно следовать мнению большинства и таким образом мы делаем вывод что терминатор генезис это плохо но также мы делаем вывод что мафия 2 это хорошо потому что большинство всегда право и спаситель наши кто кришна вероятно потому что индусов больше чем христиан привыкай к большому городу сучка надо было ему говорить так ну все а дальше то все просто пойдет верно грузовик меня совсем не остановит не ну вы видали ну вы видали осталось то всего ничего 12 поворота и все будет шикарно это же скорость брошу чтобы меня копы не штрафанули ну вы понимаете чтобы копы не штрафанули там страшный то только один поворот был я просто плох разработчики игры они просто их тестеры они лучше водят чем я потому что игра-то для тестеров создавалась и вот они как бы ну тут еще как бы надо надо как бы вот сюда вот каким-то образом завернуть и как бы понять куда идти но вы понимаете это в общем то тоже очень хорошая система то что ты не знаешь каким образом ты должен сделать это но ты должен сделать это это развивается воображение вот эта женщина нам не нужно например было ребят челленджи челлендж я нашел челлендж там где я совершенно не ожидал его найти в одном банальном делсе на одну культовую игру ну и чтобы вы думали вы думали то что все так просто нет челленджи ради челленджи и стоит играть в игры видите пип 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 я этот звук во сне теперь слышали буду потому что он такой замечательный это гениальное собственное решение такое же гениальное как сделать непробиваемые деревца вот видали млджи вот мафия позволяет вам водитель хочет скрыться ой вам не надо искать водителя он скрыл вас понял вас понял видали вас понял водитель хочет скрыться ой его развернуло на куски кажется он был шахидом вас понял вас славим американскую нацию ну ничего эта игра она позволяет развивает навыки вождения в компьютерных играх вот например захочу я поиграть потом в какую-нибудь gta и и поиграю вот и смогу там легко водитель до бабку сбил и фразочку острую сказал так что что может быть лучше то добро пожаловать вот это вот в импайр бэй сказал он сбив баб серьезно пошутил детонатор детонатор немного но он шутит видите пи 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 давай пип пи 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 не будет похоже что нет можно ли поставить бомбу на вибро я думаю да я думаю то что я бы так и сделал вибро бомба надо остановился посреди перекрестка я всегда так делаю ясно чтобы вы понимали преследую гонщика у вас понял да 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 таксист спасибо спасибо отличная работа great job well done saveке и и хранящая не Мой муж, твоя бабушка, твоя сына, я люблю всех. Спасибо, такси-мэн. Отличная работа. Ничего, ребят, ничего. Таксисты, они тоже люди. Видите? Вот этот парень, он тоже человек. Вот он тоже хороший и замечательный парень. Что-то у меня FPS начал проседать, но я думаю, это просто компьютер, он немного не может оценить. Причем он проседает именно в том моменте, где вот этот кругляшочек вертится. Ну, вы понимаете, культовая игра с культовой графикой, культовыми кругляшочками, которые вертятся и снижают FPS. Что-то у Джопа, по-моему, фразочки кончились, но всем одно и то же говорит. А вначале так хвастался Вито. Я так клею телочек. Все дела. Ой, сейчас в поворот не войду, но ничего страшного. Пик-пик. Пик-пик-пик. Пик-пик. Пик-пик-пик. Пик. Ну, женщины, женщины, они всегда замедляют ход. У меня на самом деле просто пальцы уже атрофировались. Я просто на кнопку поворота направо немного нечаянно зажал слишком рано. Но это не страшно, это не страшно. Ведь культовые игры требуют жертв не только от разработчиков, но и от игроков. Как мы можем еще, собственно, наградить. Следующий раз. В следующий раз. Мне так же нравится, как стоит эта машина. Так, так шикарно. Все в порядке, господа полисмены. Тут всего лишь мертвая шлюха. Кажешь, маньяк! Живым не берем! Живым не берем, да, я уверен. То, что это моя единственная проблема, то, что за мной охотятся полисмены, и они живым меня не берут. Больше проблем в этой жизни у меня, в принципе, нет. Да-да-да, отличное место ты выбрал, красный... ...автомобилист. Так... Так... Вам нравятся эти звуки? Мне очень нравятся. Пик. Все будет. Сейчас все будет. Живым не берем все дела. Пик-пик-пик. Вита равно Кенни. 14-я попытка. Всего лишь 14-я, ребят. Ребят. Найдите мне прохождение на ютюбе этого DLC. Скажите мне, с какой обычно попытки люди проходят его, потому что мне интересно. Может быть, я единственный в мире криворукий рукожоп, то, что я так долго не могу пройти. Ну, как долго? Мне, конечно, только удовольствие доставляет, собственно, проходить его. Только одно лишь удовольствие доставляет. Там, по-моему, спайдер-мен какой-то справа только что на крыше, это, на здание залез. Или меня уже плавит. О, бомж. Да, сбил бомжа. Наорал на него. Шуточку извительную кинул. В этом весь наш Джо. Вот эти вот дороги, которые вверх поднимаются, из-за которых не видно, собственно, дорогу. Это нормально. Ну вот, опять ехать чиниться. Да-да-да, ехать чиниться. Эту машину мы обязательно поедем, потом и починим, Джо. Прям обязательно. Твою мать. Это что тут за столпотворение машин, мать вашу? Просто жесть. О, видали? Рейтинг S, чтобы вы понимали. S. 50 оттенков. Пип, пип, пип. Да? Видали? 70 баксов. 70 баксов за выполнение миссии. Ребята, а вы что думали? А, вы думали, вы сказку попали? Нет, жизнь, она ничего так просто не дает. Все только с жесточайшим трудом получается. Вот, у нас еще миссии открылись. Вот. Си, меня не остановить. Ну да, я говорю, меня не остановить. Пока не пройду этот DLC, стрим не закончится. Никакой доты, никакой еды, никакого туалета, никакого заботы о близких, о коте. Ничего, пока я не пройду этот DLC, ничего не закончится. Хватит вайнить насчет выруба. Я уже сказал то, что я не вырублю, пока не пройду. Не надо постоянно писать. Из того, что вам что-то не нравится, вы можете просто выйти и посмотреть потом воды на YouTube. Если вы думаете то, что я что-то запущу, кроме этого. А я не запущу. Да-да, эта машина слишком хороша. Надо было ее немножко подбить. Но я на самом деле врезаюсь иногда на дороге, когда еду, просто потому что я голову поворачиваю направо, на второй монитор, чтобы читать чатик с вашими замечательными советами. Преследую гонщика. Да, преследую гонщика. Вас понял. У меня фобия, правда, теперь я меньше 35 и не разгоняюсь. Кстати. Дмитрище. Потому что это важно. Очевидно, я постоянно смотрю на спидометр. И это важно. Чтобы система стояла именно метрическая. Вы убьете кого-нибудь, если будете так водить. Водите штраф. 50 баксов. Вообще без проблем. Я только что 76 заработал. У меня еще и останется на то, чтобы... Ну, купить бездомную собаку. Не знаю, продает кто-нибудь бездомных собак. Это стоит дороже 20 баксов. Я думаю, что примерно столько это и стоит. Так что... Что же нас ждет в следующей миссии? Что-то там, не шагу назад или как она там называется? До конца. До конца это клево. Посмотрел прохождение, чувак прошел с первого раза. А это монтаж. Он склеил, вырезал, наложил звук. В общем, неправда. И уровень сложности у него другой. Там у него, наверное, не меньше 10 километров в час надо ехать, а не 35. Так что, нет, не считается. Смотрите, какой отличный фильтр. Все такое мутненькое. Расплывчатое. Или это у меня расплывается просто уже глаза, потому что... У меня 3 часа ночи, а я сижу и играю в эту замечательную игру. Как считаете? Да-да-да, больше поворотов. Вот опять ехать. ДТП, водитель хочет скрыться. Блин. А тут миссия началась. Понял, что у вас есть? Ну, благо, у меня есть деньги на взятку. Правда, я в минус уйду сейчас. Это полагается штраф. 50 баксов, типа. И теперь я в минус на 24 баксов. Молодец, точно будешь полисменом года. Ладно, чтоб я тебя больше не видел. Видали, как он унизил только что этого копа? Это потому что... Джо мужик. Машины ездят всякие. 35 миль в час. Меня не остановить. О, опять миссия с машинками. Шикарно. Джо, у меня тут небольшая проблема. Я недавно делал одному клиенту кузовной по спецзаказу. Кузовной. Не кузов, а кузовной. Окей. И подправил тормоза так, чтобы они отказались через несколько дней. А мои ребята все перепутали и отдали машину не тому. И кое-кто не обрадуется, если в нужный момент машина окажется не та. Верни ее мне и побыстрее, если тебе повезет, тормоза продержатся. Но, по-моему, ты ими и так не пользуешься. Угоните машину и верните ее, Чарли. Осторожней с тормозами. Миссии на машинках, мое любимое. Эх, мое любимое. Миссии на машинках. Ну, она близко, так что все в порядке. Угоним сейчас с парковки ее. И осторожней с тормозами, собственно. Ну, все, что нам нужно делать, это ехать на ней медленно. Я так полагаю. Вот это история, да, ребят? Сюжет! Вот вы... Вы последний раз, когда в играх такой запутанный, мощный сюжет видели? Я думаю, что вообще никогда в жизни. Такие сюжеты, они встречаются раз в десятилетие. О, даже взламывать не надо. Все в порядке. Отгоните машину к Чарли, собственно. Ну да, ну через весь город. Ведь мало ведь того, что я уже ее угнал. И то, что как бы не страшно, не страшен тот момент, что у машины с тормозами проблемы. Главное отогнать ее вовремя к Чарли. Ведь то, что она у меня, эта машина, это ведь ничего не значит, правильно? Главное вовремя к Чарли отогнать. Да-да-да, поворачивай, поворачивай, именно отводить научиться. Поворачивай. Ведь именно это мне не нужно, чтобы ты поворачивал, когда я еду. Но пока тормоза работают. А, нет. Тормоза не работают, окей. Но я думаю, это небольшая проблема. Ну, помимо того, что тут хреновая куча поворотов. Ну, они отличное место. И опять-таки идеальное место для такой разнообразной и веселой миссии выбрали. Чтобы было много поворотов, и ты не мог тормозить при них. Но при этом тебе нужно как бы ехать довольно быстро, потому что время как бы кончается довольно быстро. Ну, шикарно же. Идея-то клевая. Видали? Это даже без тормозов. Типа силу трения у нас никто не отменял. Физику-то он отменить не сможет за два дня. Но ехать мне надо определённо быстрее. Интерстеллар со своим сюжетом сосёт у Мафии 2. Конечно. Там-то вообще бред бредовый. А здесь всё так запутанно, но при этом научно. Я прям так и вижу в жизни, эта ситуация бы именно так и сыграла бы. Да, я не успею доехать. Ну, я, во-первых, долго ехал до самой, собственно, машины. Хотя, тут осталось два поворота. Бля, и коп, который сейчас... Я не гонщик. У меня тормоза не работают. А ещё и поди нельзя с копами будет. Ну, отлично. Да тут куча штук, за счёт которых можно тормозить. Не понимаю, в чём проблема, собственно. Вот, например, водители и пешеходы. Кстати, сотню дали за пешехода. То есть, это был не пешеход, на самом деле. А на самом деле я... ...сделал всё очень даже правильно. Правильно. Это, типа, миссия провалена. То есть, я нечётко в пи въехал. Нечётко в пи, ребят, въехал. Ой, и машинка пропала у меня. Так, есть у вас что-нибудь более быстрое? Или одни колымаги тут? Вот ты, автомобиль. Через тебя нельзя перелезть. Ладно, вылазь. Извини, командир, будет моё. О нет, он нас убьёт! Ничего страшного. Миссия лёгкая. Вот, видали? Джордж нателепортировался от того, насколько она лёгкая. Там просто надо было выйти и мотор завести. Вот так бывает. Там ведь важен именно миллиметраж. Главное не просто привезти эту машину к автомеханику или к кому мы там её везём. Главное ведь припарковать её метр в метр. Иначе ничего не получится. Как говорится, если не дунуть, то чудо не получится. Вот мы сейчас и дунем посильнее. Да, это был блин Куджо. Купил, нафармил. По тайной лавке. За пять часов. Собственно. А, ну, я насколько слышу, по скрипу тормоза, типа, чуть-чуть работают, но совсем, совсем плохо. Но мне, в общем-то, уже и не страшно. Я уже это всё прошёл. Так что, вот, смотрите, побольше машинок на пути, чтобы все поворачивали. Чтобы прям вот, вот, вот чтобы прям... Ох! Молодцы, ребят, молодцы. И я уверен, что это совсем не скрипты. Это всё рандомно. И всё это шикарно. Всё специально для меня. Я счастлив, что так обо мне... Собственно, заботятся разработчики игры. Ах ты с... Вот то самое вот. О, спасибо, что помог повернуть, братан. Так что мы тут имеем? Ну, ну, тоже бывает. Всё-таки без тормозов ездим. Без тормозов оно... Такое. Не хочу радовать, но геймплей ещё на час-два. О, ну это же шикарно. Ещё на час-два геймплея. И я уверен, что всё это будет проходиться... Час-два это при условии, что с первого раза всё я пройду. Но поскольку я люблю растягивать удовольствие этой замечательной игры... Я, собственно, буду перепроходить по несколько... Даже когда я буду выполнять миссии, я всё равно буду их перепроходить. Потому что, ну, это важно. Это ведь важно? Конечно, важно. Кто скажет, что это не важно, пусть первый скажет, что это не важно. Видите, мне и тормоза-то не нужны. Главное побольше миссий с вождением всяким разнообразным. Без тормозов. Или чтобы ехать надо было быстро всё время. Хочу ещё миссию, где надо пересечь весь город. При этом не поднимая скорость выше 20 км в час. При этом за тобой гонятся 4 машины. В каждой по 4 человека у каждых есть томиган. И это была бы просто идеальная миссия в стиле Мафии 2. Я бы прям... Ух! Ух, как я бы радовался. Вот гонщика преследует какого. Так что всё у нас будет. Всё у нас ещё будет. Вот раз мне никто не помог повернуть. Поэтому я разбил что-то сбоку. О, это же тот самый поворот. Нет? Смотрите, даже от копов оторвался. Хочу пойти сделать себе кофе, но будешь что-то пропустить. Ну, ты... Ты не бойся. Один раз живём, как говорится. Сейчас ты без кофе, а потом... Что будешь делать? Боясь что-то пропустить. В туалет не будешь ходить? И спать не будешь? Так, знаешь ли... Можно и DLC к играм начать делать. С названием... Со словом «приключение» в названии. Ёптю мать! А я даже не знал, что так бывает. А можно задать вопрос, если автомобиль может ехать назад, то почему они могут тормозить таким образом? Ну, то есть колёса назад-то крутятся, я только что ехал. То есть это... Это слишком скиллово для Джо или чё? Давай-давай, регенься, не бойся. Нам ещё по прямой тут чуть-чуть надо проехать. Не волнуйся, сейчас времени побольше. Если чё, выйду, заведу с толкача, там двигатель посмотрю. Всё будет. Главное ещё копов не привезти. Я уверен, что он не обрадуется, если я приведу к нему копов. Вы помните, где эта буква «Пи» была? Собственно. Вот сейчас я прям в неё попаду. Оп! Видали? Видали? Би! Ну, конечно, Би! А как иначе? Конечно, Би, ребят. Ох! Ох! Сто баксов! Уф! Мои любимые миссии. Джо, ты прям настоящий мафиози. Гангстер! Высокооплачиваемый. Уважаемый. Получающий по 100 баксов за миссию, собственно. Горжусь. Горжусь тобой. Умничка. Ну что? Си и Е. Ну, Е это золотая какая-то.